Галина Топилина с детства любит фотографироваться. Когда была школьницей, всегда носила в сумочке фотоаппарат. Со временем детское увлечение переросло в привычку. Сейчас девушка делает фото при помощи телефона. Удачные кадры сами по себе не рождаются, отмечает Галина. Перед съемкой важно не только привести себя в порядок и выбрать наряд, но и найти интересную локацию для фотосессии. Как, к примеру, на Галактионовской 91. Теперь в копилке девушки еще несколько новых селфи. Я думаю, что если постоять, поразглядывать, здесь можно много увидеть для себя самарцу, по крайней мере. Он узнает эти места, может быть, где-то живет, где-то работает, где-то мимо проходил. Я вот сразу, когда сюда пришла, обратила внимание на окна театра Самарской площади. Очень люблю здесь бывать. Слово селфи произошло от английского «self», что означает «самостоятельно». На языке профессионалов такие снимки называют автофотопортретами. Фотограф Василий Монахов уверен, классные кадры может сделать на сотовый телефон даже новичок. Главное – знать несколько секретов. Можно использовать какую-то предметную съемку, например, зеркало, монопод, штатив, стабилизатор и какой-нибудь подручный средств даже в бутылку. Нужно всегда импровизировать, я так скажу. Не нужно делать как все. Нужно показать такую фотографию, чтобы она зацепила своей простотой и несложностью. Изначально селфи приобрело популярность среди молодежи. Относились к нему как к баловству. Сейчас же за самофотографированием можно застать кого угодно. Серьезных бизнесменов, музыкантов, политиков и даже героев советских мультфильмов. И это не случайно. Ведь обычный снимок на камеру просто показывает предмет или событие. А селфи привязывает человека к месту. Он становится частью истории. В погоне за необычным кадром или количеством лайков в социальных сетях любители селфи очень часто рискуют своей жизнью. По статистике, самые популярные места для экстремальных автопортретов – это крыши домов, мосты и железнодорожные пути. Поэтому любое увлечение хорошо в меру, говорит психолог Алина Калашникова. Главный показатель – это не число кадров и не количество времени, потраченное на селфи. Ведь если человек находится в отпуске, делится с друзьями своими фотографиями, здесь нет, конечно же, патологии. Важно понимать, какую значимость они приобретают для него. Если он забывает про учебу, работу, про живое общение с друзьями, родственниками, вот здесь уже стоит задуматься и насторожиться. В зоне риска – дети и подростки. Ведь у них энергии хоть отбавляй, а чувство самосохранения еще срабатывает слабо. Поэтому родителям стоит быть внимательнее, проводить побольше времени со своими детьми и следить за тем, чтобы у ребенка были занятия. Ксения Баканова, Константин Головин. События.